В этом видео мы поговорим по поводу покупки готового бизнеса в США и коснемся слегонца темы открытия бизнеса своего в Америке. Практически несколько раз в неделю, заведенной регулярностью а может быть и чаще, я получаю аналогичный вопрос от различных своих зрителей, подписчиков и желающих переехать в США о том, как купить готовый бизнес в Америку, сколько денег нужно и так далее и тому подобное. Можно ли купить бизнес за 100 тысяч долларов, можно ли купить бизнес за 20 тысяч долларов, за 40 и так далее. Я уже устал писать одно и то же, поэтому думаю, что необходимо некоторую информацию, полезную и весьма важную, озвучить на своем канале. Ребята, давайте начнем с того, что в нашем городе, в центре города нету огромного счета, на котором написано «Продаю бизнес за 50 тысяч долларов, он приносит в месяц 50 тысяч долларов». Вот. Идиотов в Америке нету. То есть идиоты есть, то они сидят в дурдомах, они занимаются продажей бизнеса. Вот. Если бизнес маломальский, ликвидный и приносит положительный профит каждый месяц, это, считайте, у человека принтер, который печатает деньги. Вопрос. Зачем человеку продавать принтер, который печатает деньги? Ответь на этот вопрос. Резонов только два. Или человек умирает, а те люди, которым достается этот бизнес, они не в состоянии им управлять или не хотят этим бизнесом заниматься, или человек хочет куда-то радикально переехать в другое место и продает по этой причине бизнес. И в первом, и во втором случае на рынке есть огромное количество людей, которые отслеживают все вот эти вот сладкие вкусные предложения и сразу же, как стервянки, набрасываются. Поэтому до объявлений о продаже этого бизнеса дело даже и не доходит. То есть все заканчивается, не успев даже начаться. Вот. Те же предложения, которые так или иначе появляются на рынке, они связаны с определенными подводными камнями. Может быть, какие-то проблемы с бизнесом, проблемы с управлением, проблемы с задолженностью, проблемы с арендой помещения, проблемы с местом, может быть, неудачное место и рассчитывали, что бизнес будет работать, но бизнес не работает. Или появились конкуренты, конкурирующая заправка, конкурирующий магазин, все что угодно. На вопрос, что неправильного в бизнесе и что неохотно хочет озвучивать бывший владелец, на этот вопрос может ответить только аудитор. А аудитор может на этот вопрос ответить только тогда, когда он четко, целенаправленно занимается проверками бумаг этой компании и ищет подвох. Вот. В Омахо уже приезжало несколько граждан, которые также бодренько хотели по-быстренькому дешево купить бизнес, недорого, вот, ликвидный. И все эти товарищи как бы ни с чем уехали. Проблема в том, что более-менее ликвидный бизнес, который хоть что-то приносит, начинает, ценник начинается от 100 тысяч долларов и дороже. Вот. Поэтому, когда меня спрашивают, сколько стоит готовый бизнес, я могу сказать только одно. Господа, вначале вы должны сформулировать вопрос, что вы вообще хотите, какой суммы денег вы располагаете, в какой сфере вы хотите этот бизнес найти. И, соответственно, вам необходимо будет в Америку приехать. До того, как вы приедете в Америку, необходимо будет провести определенные мероприятия, связанные с анализом ситуации на рынке этого бизнеса. Есть ли какие-то предложения, нет этих предложений. Договориться с аудитором, есть ли у него время заниматься вашими вопросами и так далее и тому подобным. То есть, все, что связано с приобретением бизнеса, подразумевает ни фастфуд, ни Макдональдс, там, купил бутерброд и побежал. Речь идет о конкретно сугубо индивидуальной работе с каждым человеком в отдельности. И только на основании тех параметров и той вводной информации, которую человек предоставит заранее, только тогда можно будет разговаривать на тему покупки или поиска бизнеса, или еще что-то, какие-то варианты. То есть, это сугубо индивидуальная работа. И к этому нужно относиться серьезно. Поэтому не мучьте меня вот такими дурацкими вопросами. Если вы реально серьезный человек, если у вас есть деньги, если вы конкретно хотите и настроены на покупку бизнеса в США, значит, у вас уже на руках должна быть как минимум хотя бы туристическая виза в Америку. Вы должны в своем планировщике на ближайшие месяцы иметь четкий план приезда в США и хотя бы пообщаться несколько раз со мной, чтобы определиться, есть у меня сейчас время с вами заниматься, нету, и когда это удобно будет сделать, чтобы подготовить команду людей, чтобы можно было вас отвезти, может быть, не в Омахо, может быть, другой город, может быть, там, Чикаго, да все что угодно можно проработать. Но это сугубо индивидуальная работа. Есть еще один маленький нюансик. Наряду с бизнесом, который просто тупо продается, мы столкнулись с еще одной интересной темой. На рынке коммерческой недвижимости есть, оказывается, огромное количество предложений, которые связаны с сдать в аренду кому-то помещение коммерческое, там, ангарчик, будочку, палаточку, или еще что-то, где раньше существовал какой-то бизнес. Мы буквально неделю назад искали под расширение нашей деятельности с автомобилями ангар и случайно толкнулись на предложение, где сдается такой ангарчик, подъезжаем туда, закрыто, видно, что бизнес кипит, разгар рабочего дня, все закрыто, никого нету. Но висит весьма интересная информация о том, что в этом ангаре располагается какая-то компания, которые занимаются ручной мойкой автомобилей, полировкой, доводкой, подготовкой к продаже и так далее и тому подобное. Более того, ребята даже были настолько ленивые, что даже прескуран свой забыли отлепить и оставили его на дверях и на рекламной табличке. Я, естественно, все это сфотографирую для анализа и так далее и тому подобное. О чем это говорит? Что если следовать вот таким вот путем и искать предложение на рынке коммерческой недвижимости, можно найти вот такое же вот похожее, ну, по аналогии, помещение, где существовал какой-то бизнес, попытаться понять, почему у ребят он скурвился, к примеру, почему у них он не пошел, в чем была проблема. И, соответственно, если есть пути оптимизации и более эффективное управление, то вполне есть резонный момент просто снять в аренду вот это самое помещение, зарегистрироваться с нуля в компанию и запустить тот же самый бизнес. И это будет стоить гораздо дешевле, чем вы, если бы покупали бизнес. Что такое бизнес? Бизнес – это помещение, ноу-хау, зарегистрированная компания, сотрудники. Все. Самое главное – это ноу-хау, то, что вы знаете, чем вы занимаетесь, то есть какой вид деятельности или что вы там продаете, там, что вы, что, с чем вы выходите на рынок к своим покупателям, чем вы собираетесь торговать, на чем вы собираетесь делать деньги. То есть самое главное – ноу-хау. А зарегистрировать компанию – это сугубо чисто технический вопрос. Даже турист может приехать и в нашем штате компанию эту самую зарегистрировать и даже получить налоговый идентификатор. Все. Проблем никаких нет. Это чисто технические вопросы. И еще пограничные вопросы. Вот, опять же, в рамках того, регистрацию нового бизнеса. Если у вас в голове есть классная идея, если вы считаете, что эта идея заработает, почему нельзя под эту идею сделать стартап? Зарегистрировать компанию, найти помещение, произвести все бюрократические манипуляции с запуском, найти офисное оборудование или какое, найти персонал и просто этот бизнес запустить. Это, опять же, может быть гораздо дешевле, чем если вы просто пошли бы и купили готовый бизнес. Более того, если это ваше ноу-хау, если на рынке нет аналогов и если вы не боитесь рисковать, вполне вероятно, эта тема может заработать. Ну и, наконец, для особо ленивых в Америке существует еще такая тема, как продажа франшизы. В основном это касается предприятий быстрого обслуживания фастфуда, но иногда попадаются франшизы необычные. С фастфудом все очень просто. Вам необходимо только найти расположение, связаться с той или иной компанией, которая франшизу продает, например, Джимми Джонс, которая делает бутерброды, это вот на слуху сейчас, они очень жестко, так агрессивно рынок захватывают. Узнать условия получения франшизы, какие нужны деньги и так далее. И, собственно говоря, эту франшизу выкупить. Все, дальше уже дело чисто технически. То есть, эта компания Джимми Джонс поставит вам оборудование, необходимые все эти вещи, обучит ваш персонал. Скорее всего, будете просто выступать в роли как бы такого супервайзера. Вот, или такого как бы технического директора этой точки. Все. Но, тем не менее, это тоже бизнес, который также приносит деньги. То есть, франшиза вот такая. Из необычных франшиз, год назад, одни мои знакомые пробивали тему франшизы по производству офисных жалюзей. Некая компания, которая располагается в Нью-Йорке, продает такую франшизу. В каждом городе у них есть представитель. Все, что надо, это иметь офис, обмерщика. Приезжать тупо в офис, обменять окна, высылать заказ в Нью-Йорк. В течение нескольких дней заказ приходит, и нужно иметь человека, который занимается инсталляцией. То есть, приезжает. Удобное время для клиента, и эти жалюзы вешат. Все. Есть технический вопрос. Это три человека-персонала. Таким образом, резюмируя все вышеперечисленное, я могу сказать следующее. Если вы серьезно настроены на открытие, покупку бизнеса в США, вам необходимо иметь на руках визу, связаться со мной, и мы уже конкретно под вас будем разрабатывать программу, что и как будет происходить. Ну и, соответственно, обговорим все условия оплаты этих услуг. Все это сугубо индивидуально, потому что невозможно всех в этой ситуации под одну гребенку подогнать. Вот. Надеюсь, что я на ваши вопросы ответил. У нас в скором времени, буквально, вот я считаю, в течение этого месяца открывается уже наш офис, проект выходит на уже другой серьезный уровень, и, соответственно, об этом будет анонс на моем канале. Вот. Переходим уже на новую ступень, потому что очень много людей приехал, и, соответственно, нужно развиваться уже по-серьезному, ко всему к этому относиться. Вот. Я думаю, что все будет классно. Хорошего всем дня! Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!